Умру, и пускай течет по щеке слеза, заискрились мои аниме-класса. До свидания, пап, до свидания, мам, меня ждет там-там. Всем привет, с вами Дарья Кей, и сегодня будет видео полюбившегося вам уже раздела, ну, многим некоторым, ну, совсем маленькому количеству людей, но все равно я это делаю. Спасибо, что живой. Сегодня буду тестировать косметику с сайта LaModa, оказывается, да-да, там тоже есть косметика, и сегодня я буду ее тестировать. Там появился раздел красота, зачем он вообще нужен, и что там вообще есть. Так что, давайте начинать. Он у меня кончится, не попробовала, фу-у-у. Хожу, в общем, на раздел красота, и смотрю, а там знакомая мне косметика. Собственно, что я сегодня приобрела, это знакомая, но давно желанная, но только сейчас приобретенная, сухой шампунь от фирмы Collab. Версия Актив я взяла, потому что тут написано, что он защищает от ультрафиолетовых лютей, защищает волосы от солнца и загрязнений, смягчает и кондиционирует. Использовать можно до зала, после зала, до пляжа, после пляжа, до бассейна, после бассейна. Ну, в общем, такая универсальная штучка, которая и защищает волосы, и при этом их немножечко очищает, то есть вы как бы посвежее немножечко смотритесь. Такой яркий дизайн, типа как раз для лета. Запах. Запах. Ну, цветочный, не сказал бы, что сильно приятный, я не люблю цветочные запахи, просто цветочным дезодорантом. Я обычно беру дезодоранты либо без запаха, не знаю, просто чистого белья или, ну, что-то типа того. Либо, знаете, мне нравится дезодорант с запахом, ну, перешли немного на дезодоранты, ну, ничего страшного. Мне нравится дезодорант с огурцом, либо с алоэ, ну, типа такая чем-то свеженькая, вот. Ну, это единственное вообще, который, ну, дезики, которые я со вкусом беру. Со вкусом. Волосы у меня не мыты один день. Вообще у меня сухая кожа головы, и брать сухие шампуни, ну, то есть, как бы, это вообще нелогично. Волосы у лица превращаются в такие сосульки, а кожа головы остается как бы сухой. И даже больше я хочу получить от него объем и вот эту защиту от ультрафиолетовых лучей. Вообще, что они делают, они абсорбируют кожный жир, вволакивают эти жирные шарики своими вот этими составами, не знаю, сорбентами, чем-то. Вот этой белой штукой, которая сейчас будет или не будет на моей голове. Так. Я чувствую, знаете, что-то вылетает. Приятно, что он не плюет. Нужно еще хорошенько втереть. Собственно, небольшой массаж головы. От шампуня требуется немного сухого, чтобы он был прозрачным и создавал бабушку на голове. Все. Ой. Бабушка пришла немножко. Я думаю, уже достаточно, и я вычешу весь этот шампунь, распределю полностью по волосам. Я вычесала все с волос, и, в принципе, они выглядят достойно. Они были не грязные, но лишний объем никому не повредит. Надеюсь, он будет все-таки защищать от ультрафиолетовых лучей, потому что волосы пересыхают летом. Особенно кто ездит на море, тот знает, что волосы превращаются просто в мочалку. Возьму с собой в отпуск. Объемчик небольшой придался. Я буду тестировать еще его на грязных волосах. На очень грязных волосах. 7 из 10 лайчочков. Они заслуживают. Следующая вещь — это гель для бровей с фиброй. Вещь, которую вы, в принципе, можете купить где угодно, но у меня, если честно, не доходили руки, и я ее заказала после того, как я попробовала на секретном проекте, который скоро выйдет на пудре. Он, конечно, не очень секретный, но я не буду пока раскрывать все карты. Там я выбрала какую-то косметику, и был этот гель для бровей. Я думаю, ну, блин, какая разница, каким гелем для бровей, в принципе. И попробовала его, и была приятно удивлена, поэтому заказала его себе. Теперь буду им пользоваться. Оттенок Medium Brown. И щеточка выглядит, как какое-то мерзкое насекомое. И еще вот эти волоски, как будто бы она сейчас оживет и заползет мне куда-нибудь в нос или в ухо. Работает точно так же, как на пудре. Мне больше нравится, когда волоски темные, а тень под волосками более светлая. И вообще, почему я этот гель захотела, это потому, что он не рисует никакие полосочки на бровях. Ой, на коже. Это не тот вариант, вы взяли фломастер, нарисовали себе волоски и такие радостные ходите. Нет, это выглядит, как будто бы вы просто чиркнули себе гель для бровей об лицо. Редко какой гель для бровей действительно утолщает свой волос, что он становится более жестким. Как будто у вас волоски коры дельвинь, а не ваши собственные. Следующее это тени от Bourjois. Вроде как новинка или не новинка. Они так мило выглядели на сайте, их просто было невозможно не взять. Упаковка по типу какой-то помады. Этот оттенок песочный и он больше подходит с муглянком-молдаванком, потому что может немного желтеть на бледных девчонках. Не видно, они слились с кожей. Может быть, это даже хорошо. Буржуи опять хотели создать тени, а получился у них хайлайтер. Да, вот этого продукта явно не хватало в мой влажный макияж. Если тонко распределять, то оттенка почти не видно и передается только влажное сияние. Так, попробую как нанести, как хайлайтер. Главное тонко распределить. Нанесу даже сюда тогда. Немножечко на ненавистную галочку. Типа мусорка приехала, да? Я люблю наносить на губы, только влажные продукты сухие смотрятся как-то не очень. Они не сливаются так с кожей и их заметно. На губах как будто бы усики от кефира, когда наносишь хайлайтер. Если вы используете этот продукт для себя, то идеальный аппликатор. Не нужны никакие там маленькие кисти или еще что-то. И дорастушевываете пальцем. Если бы я попробовала бы сперва тени, то я бы шампунь сняла бы бальчик. Для бровей я ставлю 9 из 10, а этим я, видимо, поставлю 10 из 10. Я даже не знаю. Шампунь мне понравился пока что меньше всех из того, что я купила. Если бы я еще бы больше подзагорела, был бы вообще такой кайф. Буржуазная топ в хайлайтах. Мне очень нравится. Хочется нанести его просто на мазюкать на все лицо и просто выйти так. 10 из 10 лайчочков моих заслужили, это точно. Дальше будут помады. Да, никто не ожидал, они пришли. Оказывается, как на пудре, так и на ламоде есть помады от LA Splash и, боже мой, Jeffree Star. Сегодня будет 50 оттенков красного. Темно-красный, кроваво-красный, рыжий-красный, нюд. Так, начну я думаю с нюда. Ламода у меня сразу же ассоциируется с тем, чтобы купить там какие-то шмотки. Но поскольку я тестирую косметику с разных сайтов, я заказала там косметику. Если вы будете что-то заказывать, какую-то косметику, либо одежду с сайта Ламода, то не забывайте использовать кэшбэк-сервис Letyshops. Мой постоянный спонсор, о котором я уже ранее рассказывала, вообще единственное расширение, которое у меня на сафари стоит, это от кэшбэк-сервиса Letyshops. Если вы планируете закупаться на ламоде, то лучше это делать в ближайшее время, потому что сейчас проходит акция с 29 июня по 3 июля, плюс летняя распродажа, которая проходит на ламоде. Если успеть, то можно достаточно сэкономить. На Украине будет скидка до 10%, а также, дорогие девчонки, через любую совершенную покупку вы автоматически участвуете в розыгрыше. Разыгрываются нехилые такие призы, например, iPhone X. Ну, я, получается, тоже участвую в конкурсе. Если вы не планируете в ближайшее время совершать покупок, то советую вам просто установить расширение Letyshops, чтобы оно у вас всплывало, и вы могли экономить всегда и везде. На все продукты в этом видео я также оставлю ссылки, и они будут где? В описании. А сейчас я вам покажу свой идеальный ньют, так что погнали! Ньют называется Infestius. Infest. Infestius. Номер 917. Infestius. Запоминайте, идите ищите, покупайте. Infestius, любимая помада. Ой, что это трубчиками попахивает? Мне уже нравится. Под ногами снова лужи, рядом бомжики. Ребят, похоже, я нашла свой идеальный ньют. Катя Клэп, привет. Коллаборация L.A. Splash и Дарья Кей. Идеальный ньют под цвет моих губ. Немножко трубный, но не сильно утяжеляющий. Бывают такие трубные оттенки, которые утяжеляют лицо, и оно смотрится старше, как на моей последней фотографии в Инстаграме. Лео сказали, что мне 36 лет, очень приятно, спасибо. Он именно такой четкий, четкий ньют, мне очень нравится. Многие помады выбеливают губы, и это смотрится, как будто бы ты в 2005, там, не знаю. Эта помада уже такая на грани, она чуть-чуть... А в итоге она тут и создает мой идеальный цвет губ. Цвет моих губ только более трубный. Эта помада однозначно 10 из 10 лайчочков. Дизайн у них еще такой, типа, в стиле какой-то готики а-ля Кэт Вон Ди, что добавляет ей какой-то такой изысканности. Вы достаете? Кстати, она же пахнет, я же не сказала, как она пахнет. Я тут задыхаюсь от аромата печенек и каких-то имбирных пряников. Я нанесла на губы, до сих пор пахнет пряниками. То есть вы будете с кем-то целоваться, а от вас будет пахнуть имбирными пряниками. Это очень мило, но иногда может бесить, знаете, LSP. Следующие оттенки я буду брать по нарастающей, то есть от светло-красного до темно-красного. Это, наверное, вот, Джеффри Старр самый темный. Этот оттенок называется Урсула, я смогла прочитать. В принципе, да. Не хочу быть душной, но моя любимая помада красная, это Нуба Семерка. Мне Нуба нравится за то, что у нее такой темно-красный оттенок, который не делает из меня цыганку, потому что светло-красные оттенки, например, как этот. Ну, кстати, этот еще неплохо смотрится. Они, ну, в какую-то такую цыганскую сторону меня отправляют, типа, ну, иди дальше, собирай мелочь как бы. Я думаю, все знают о важном моменте, чтобы зубы казались белее. Нужно брать помаду, которая будет при растушевке уходить в розовый. Это говорила еще и Лена Крейгина, и остальные такие бьюти-гиганты. Она уходит в розовый. Розово-голубой даже, ну, то есть, который более фиолетовым кажется. Мне кажется, что она подходит для более светлых девчонок. Это мне она к душе особо не прилегла, поэтому 5 из 10 лайчочков. Следующий оттенок помады уже потемнее. Фуксийно-розовый должен получаться при растушевке. Смотрите, этот оттенок уже более глубокий. Именно я сейчас оцениваю, знаете, даже не помаду, а то, как колористы придумали оттенок для этой помады. Ну, это тоже очень важно, чтобы он подходил людям. Чем большему количеству он подходит типажей, там, национальности, тем помада считается круче. Хочу попробовать помады от Риан. Хорошая рекламная компания, на самой светлой девочке сфотографирована, и на самой темной, и там, и посередине, естественно, тоже. Помада была плотная, и цвет передавался хорошо, и оттенок попадал под разные, в общем, национальности. В общем, 7 лайчочков из 10 запомнили? И переходим к помаде, которую никто не ожидал встретить на сайте Ламода, но, оказывается, Джеффри Стар тоже представлен на сайте Ламода. Вот касательно дизайна, не со всеми цветами красиво смотрится эта розовая упаковка, но это создает его неповторимый стиль, так скажем. В отличие от Lays Plash, эта помада пахнет даже чем-то медицинским или не пахнет совсем. Этот оттенок должен быть самый темный. Растушевывается он тоже в какой-то розовый, значит, не должен, по крайней мере, желтить зубы. Хотя при нанесении на... Все, не говорю, давайте я накрашу зубы. Аппликатор менее удобный, может быть, для красных оттенков, потому что он такой пушистый, и четкий контур им создать, ну, трудно себе представить, как это можно сделать. Например, нюдовые помады красиво можно растушевать, хотя красные тоже кто-то любит растушевывать, но красные помады любят растушевывать намного меньше людей. Думала, чем темнее, тем мне больше будет нравиться, но, наверное, все-таки средний оттенок Bloodlust понравился мне намного больше, чем все остальные. Я ожидала, что мне эта помада понравится больше всех, но нет, тоже где-то 5 лачочков из 10. Напишите, какой из этих трех оттенков, я имею в виду про красные помады, понравился вам больше, и понравился ли вам мой идеальный нюд. Сколлаборировались мы с LA SPLASH хорошо или нет, это шутка, если что. Куда-то я делала крышку, я уже просто намочила бьюти-блендер, и он еле засовывается теперь. На La Mod'е есть еще и аксессуары, там, конечно, есть пинцеты с подсветкой, боже, я до этого еще не доросла, и я просто заказала всем понятный, всем любимый, и мне тоже, бьюти-блендер в оттенке Bubble. Ммм, такой милый. Ядерно-розовые бьюти-блендеры выглядят, ну, конечно, их сразу же узнают, сразу же понимают, что это, кто это идет к нам. Но, знаете, такую вещь, что бьюти-блендеры даже оригинальные линяют. По этой причине я и беру светлые бьюти-блендеры, бежевые, белые. На нем, конечно, будет более заметна грязь. Возьму немножечко, чтобы протестировать тонального крема. Остренький носик, потому что у Real Techniques скошенный, у Manly тоже более округлый. А тут такой прям очень каплевидная форма, которая легко подступается к глазу. Но это не так важно. Его долговечности могут завидовать все остальные спонжики, потому что его может хватить на год, там, не знаю, на два, там, если вы раз в месяц краситесь. На частое использование хватит на полгода-год. Вот и все продукты, которые я заказала с сайта LaModa. Если вам понравилось это видео и эта рубрика, то ставьте лайк. Не забывайте писать о вашем отношении к продуктам, которые я вам показываю. Сколько лайчочков вы, допустим, поставите им. И с вами была Дарья Кейт. До скорых встреч. Пока-пока. Увидимся в следующих видео. Пока.